Хей! Сегодня я снимаю очень полезное видео об этапах перевода в университет. Я переводилась в Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого 3 года назад, и я в восторге от своего решения. Но у меня не было человека, который мог бы мне с этим помочь, поэтому сейчас я решила поделиться своими знаниями с вами. Поехали! Решение перевестись в университет всегда очень важное, потому что от него напрямую зависит ваше будущее. Для того, чтобы не пожалеть о сделанном выборе, вам придется найти информацию об университете из всех возможных источников. Всех. Как минимум, это статьи, которые обычно довольно легко найти, открытая информация на сайте, которой тоже очень много, если вуз старый и большой. И, конечно же, ничто не заменит старого доброго общения со студентами. Вконтакте вы всегда можете выбрать город, университет, факультет, кафедру и возраст и списаться со своими будущими одногруппниками. Так я познакомилась с теми, с кем училась уже через несколько месяцев и смогла задать им все интересующие меня вопросы, начиная от того, какая еда в столовке, как жить в общежитиях и какие преподы самые строгие. Когда вы собрали всю возможную информацию о своем новом вузе, приведите в свой старый и узнаете процедуру получения назад своих документов. Часто бывает так, что университет не хочет расставаться со своими студентами, и поэтому порой приходится убеждать ректорат в том, что это будет лучше для вашего будущего, и успокоить их в том, что все нормально и им стоит отдать вам ваши документы. Когда этот вопрос решен, настает время более пристально изучить свой новый университет. Во-первых, обязательно посмотрите рейтинг университетов. Когда вы будете поступать в магистратуру, если все же будете, и соберетесь снова сменить университет, то в приемной комиссии посмотрят на рейтинг вашего первого университета, в котором вы получили бакалавриат. Во-вторых, узнайте, насколько близко находится общежитие к университету. Я трачу на дорогу всего лишь 20 минут в день, что является огромным преимуществом. Некоторые мои друзья ездят в свои университеты по полтора часа. Это очень плохо. Старайтесь удостовериться в том, что общежитие близко, либо переезжайте на квартиру. Убедитесь в том, что в университете есть насыщенная студенческая жизнь. Вам проводить в новом университете как минимум года 2-3, если вы переводитесь с первого курса. И эти годы интереснее всего провести в окружении ярких людей, которые знают, как планировать свой досуг. У нас в университете есть и мисс, и мистер политех. Проводятся бесконечные концерты, организовываются ночи настольных игр, кинолектории. У нас есть свое радио, спортивные клубы, клубы, посвященные искусству, танцам и так далее. Это действительно одна из самых важных составляющих студенческой жизни. Заранее узнайте про стипендии и гранты. Если вы поступаете на бюджет, это очень большой плюс. В каждом университете разные стипендии и разные требования к их получению. Для меня и для многих других людей особенно важно наличие программ двойного диплома и широкой студенческой мобильности. Благодаря этому вы сможете совсем недорого поучиться за границей, увидеть мир и познакомиться с новыми людьми. Кроме того, убедитесь в том, что город вас действительно вдохновляет, и он вам нравится. Я влюблена в Петербург. И каждое утро я выхожу из дома, думая о том, насколько хорошо здесь жить, и насколько я счастлива, что я сюда переехала. Если у вас нет таких чувств в городе, и возгнетет его серость, уныние или еще какие-то другие качества, два раза подумайте, прежде чем переехать. Как только вы определились со всей этой информацией и забрали свои документы из прошлого вуза, следующий шаг — связаться с приемной комиссией нового университета. Не бойтесь делать это любыми удобными способами. Если не отвечают на электронные сообщения, звоните. Это единственный шанс попасть в университет. И нужно сделать это как можно быстрее. Узнайте в мелочах о порядке перевода, о том, есть ли бюджетные места, и сможете ли вы на них претендовать, о том, придется ли вам сдавать экзамены, и какая у вас будет академическая разница, которая, скорее всего, неизбежна, даже если вы переводите с первого курса. И, кстати, чем позже вы решили переводиться, тем больше будет академическая разница. Обычно университеты устанавливают лимит при этом академической разнице, после которого они уже не берут студентов, которые переводятся. У меня было 8 предметов. И порой это занимает большое количество времени, чтобы самостоятельно подготовиться, издать все, и еще и успевать со своей текущей сессии. Но есть и плюсы. Возможно, вам также перезачтут некоторые предметы из тех, которые вы изучали в своем предыдущем вузе, и вам не придется ходить на эти пары в новом. Экзамены для перевода могут быть очень разными, начиная от простого собеседования, заканчивая действительно сложными тестами. Поэтому узнайте это заранее, чтобы у вас было хоть немного времени подготовиться. Когда все вопросы с переводом, с документами и с выбором города уже решены, необходимо решить, что же брать в общежитие. У меня есть отдельное видео на этот счет. И сейчас я всего лишь скажу, что не стоит брать слишком много вещей, как бы сильно вам этого не хотелось. Так или иначе, в общежитии вы всегда сможете докупить все, что нужно, и это намного приятнее, чем везти старые вещи из своего дома. Ну, по крайней мере, так было со мной. К тому же помните, что в общежитиях всегда мало места, поэтому три кастрюли, чайник, тостер и несколько сковородок могут не уместиться в комнате, учитывая то, что ваши соседи, скорее всего, тоже привезут их с собой. Если вы думаете о том, выбирать вам общежитие или нет, сначала приедьте и воочию посмотрите на него, или хотя бы убедитесь в том, что на сайте есть подробная информация, потому что, поверьте мне, вы будете счастливы потратить дополнительные деньги на себя, на отдых с друзьями, новую одежду или путешествие, а не на квартиру, когда есть возможность пожить в более дешевом общежитии. К тому же, общежитие не всегда грязное, и чаще всего там очень весело. Спасибо большое за внимание, я открыта к любым вопросам, пожалуйста, пишите, если у вас возникают спорные моменты с переводом. И главное, слушайте свое сердце, переводитесь туда, куда вам нравится. Пока!